МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По традиции в эти дни телерадиокомпания Гомель проводит фестиваль талантов на Пушкино-8. Привычная студия областного телевидения на некоторое время превращается не только в место для обсуждений, но и в площадку для выступлений. Итак, мы начинаем, и я с удовольствием представлю своих собеседников. Директор Гомельского государственного областного лицея Сергей Рыдный. Сергей Анатольевич, рад видеть. Директор Гомельского государственного областного дворца творчества детей и молодежи Светлана Якименко. Светлана Викторовна, здравствуйте. Начнем с простого и в то же время, наверное, самого сложного вопроса. Как определить, талантлив человек или нет? Вы знаете, наверное, нет такой меры, по которому можно было определить, талантлив человек или нет? Какой он к тебе пришел? То есть стандартов нет? Я думаю, что нет. Я даже уверена в том, что этого нет. Наше учреждение работает в основном с детьми, и любой ребенок для нас, он талантлив. И задача нас, как педагогов, педагогов-профессионалов, найти то, что зародила природа матушка, и помочь этому раскрыться. Вот я считаю, все-таки каждый человек, он талантлив по-своему. Сергей Анатольевич. Я хотел добавить, что талант очень тесно связан со способностями, а способностями нужно развивать. Поэтому каждый учащийся, он имеет свой уровень развития, свой уровень своего интеллекта. И поэтому, если учреждение образования обеспечивает развитие и поднятие с одной ступеньки развития на другой, на более высокую ступень развития, то тогда вот эти способности и развиваются. Поэтому наша задача развивать способности и вот талантливых детей, которые имеют такую возможность развития, делать талантливыми. Сергей Анатольевич, вы говорили про тот самый уровень. Другое дело, насколько объективно те же самые родители оценивают, насколько талантлив личный ребенок? Дело в том, что с точки зрения физиологии человека, при рождении человека в головном мозге формируется 160 миллиардов нервных клеток, нейронов. И между этими нейронами возникают связи посредством аксонов и дендритов, возникает ткань нейроглия. И когда человек развивается или обучается чему-либо, то у него количество связей между нейронами увеличивается. И чем больше вот этих связей, тем мозг и компьютер работают более интенсивно. И поэтому человек имеет, конечно, и определенные способности его развиваются. Поэтому, когда ученик приходит в школу или в лицей, то чем занимается школа лицеев? Изменяет его структуру мозга. Благодаря тренингу, благодаря знаниям, которые формируются, благодаря увеличению количества нейроглии. И способности раскрываются путем тренинга. Это вы намекаете на то, что нет неодаренных людей и детей, надо просто двигаться и заниматься усиленно. Именно так. Потому что родился ребенок, у него 160 миллиардов нейронов. Если родители занимаются ребенком его воспитанием, начиная с первого года обучения, а если они читают ему книжки, сказки, у него формируются образы в голове. А ведь если ребенок читает книги, или ему читают родители книги, то он вот эти слова переводит в образы, и вот структуру мозга меняет. Поэтому вот это развитие и появление таланта, она иногда... Человек от природы талантливый, но он не развит. И поэтому, если родители, школа занимаются развитием, то любой человек может стать таким способным и быть талантливым человеком. Уважаемая гостья, я вот смотрю на вас и думаю, как же вам повезло с профессией. Вы практически каждый день общаетесь с одаренными людьми. Что, кроме таланта к чему-либо, их отличает? Ну, я думаю, что, наверное, этих людей, творческих, одаренных детей, молодых людей, отличает, наверное, целеустремленность и умение начатое довести до конца. Их не пугают какие-то, может быть, где-то преграды, может, чувство неуспеха. Это не становится для них такой точкой стоп. Они на этом не остановятся. Они дойдут до конца и достигнут своей цели. Но часто одаренные ребята выглядят другими на уровне того же класса? Ну, вы знаете, на уровне класса, если рассматривать учебную сторону и просто общение в классе, это две немножко разные вещи, как может ребенок себя проявлять. Ну, я думаю, что это более, наверное, человек активен, общителен и, наверное, он вырастет стопроцентным успешным человеком. Он будет ярким и к нему будут стремиться другие люди, потому что с ним будет интересно. Одаренных ребят еще отличает одно общее – стремление к развитию. Они формируют не только качество своего ума, умение читать, писать, читать, разбираться в математике, химии, но и качество души. Они их интересуют мировоззрение, интересуют такие вопросы, как вопросы смысла жизни, цели жизни. Несмотря на юный воздух. Да, несмотря на юный воздух, потому что они формируют мировоззрение, с которым дальше они пойдут по жизни и будут жить. Их интересуют вопросы социума, социального устройства общества, вопросы, что такое счастье, любовь, творчество. То есть вот они эти вопросы поднимают, и они формируют это мировоззрение в процессе обучения. То есть всех их отличает стремление к развитию. Сегодня очень много пишут о детях нового поколения, детях Индиго. А вам такие встречались? Вы знаете, я вот хотел сказать, что у меня такой педагогический опыт уже 30 лет. И вот я начинал после того, как я закончил Гомельский государственный университет имени Франциско-Карина в 1986 году. И вот за эти 30 лет были разные поколения школьников. И я хочу сказать, что я вспоминаю свои первые годы работы и сейчас. И вот дети, которые выпускаются сейчас и обучаются сейчас, они более развитые по сравнению с теми детьми. Потому что вот эти современные технологии, современный образ жизни, даже современные научные представления, они меняют психологию человека. И поэтому они иногда со старшеклассниками, мы, учителя, общаемся на равных. Потому что учитель химии с учеником химии на равных общается, потому что уровень интеллекта, уровень развития адекватен учительскому. Своё мнение в тему разговора есть и у нашего звёздного гостя, белорусского исполнителя Александра Солодухи. С ним на днях встретилась народный корреспондент программы «Чудолюда». Внимание на экран. Танк Александра Солодухи. Но это не автобус с цифрой номер один. Но король смотрится красиво и в машине. Ну, это такая машинка. Посмотрите, какой красивый мужчина в белом и машинка. Король без свиты, но достаточно импозантен. И очень красиво смотрится в белом костюме на чёрной машине, на чёрном фоне. Ой, мне предстоит у него узнать. Очень бы хотела задать ему много интересных, каверзных вопросов. Кто как не был, я считаю, человек гениально одарённый, человек талантливый, сможет и должен дать какие-то советы, какие-то рекомендации молодым талантам гомельщины. Потому что молодёжь максималисты, у них завышена самооценка. Так вот, как не перепутать, где одержимость, где талант? Я каждый день отвечаю на этот вопрос во всех СМИ нашей страны, когда меня спрашивают, в чём секрет вашего успеха. Он очень прост. Это вера в себя. Это формула успеха Солодухи, я знаю, стопроцентная. Вера в себя, в свою звезду, в свою победу, в свой хит, в свою профессию. Стопроцентная вера. Это первое. И второе, оно же первое, это пахота с утра до ночи. Рано или поздно к этому человеку, который соблюдает эти два правила, этих два канона, приходит... Я не думаю, что они мои, да, я думаю, они давным-давно на Земле уже существуют. Да, вот, рано или поздно к этому человеку приходит успех, и рано или поздно к нему приходит то, о чём он мечтает. Вот, по этому пути я всегда говорил, говорю и буду говорить до конца дней своих. Движется любой миллионер и миллиардер, живущий на земном шаре. Другой дороги и другого пути нет. Конечно же, нужно уметь почувствовать и раскрыть в себе тот дар Божий, а каждому он заложен с рождения. Каждого что-то есть. Конечно. Можно его заметить, можно нет. Да, а сами ребята, конечно, и девчонки в школе, навряд ли они сумеют ещё. Как правило, это лучше делать родителям, людям, кто уже постарше, кто жизнь немножко повидал, да, и учителям, да, преподавателям. Вот, но если не случится так, да, то человек сам с годами, он должен послушать своё сердце, свою душу, свой внутренний мир. Обязательно будет подсказка изнутри. Это надо научиться себя слушать. Да, нужно заниматься только любимым делом, только любимым. Так же, как и жить только с любимым человеком. Тогда будет всё. Вы понимаете, ну, это правда жизни, она реальная. Она была, есть и будет. А как вести себя родителям? Ведь есть родители, которые реально заставляют ребёнка, вас я тоже знаю, фортепиана, музыки, да. Ну, немножко да, 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 да. Я музыкант, я не заставляла дочь, она не хотела. И я не могла заставить учиться музыке. Это надо очень хотеть. Ну, безуслов. Нет, какие-то азы вначале всё равно. Как родители. Желательно, да, вначале. То есть, типа немножко заставить? Немножко да, потому что, например, для меня, и я думаю, для многих людей, живущих на земном шаре, две самые главные профессии, да, это спорт и музыка, спорт и искусство. Физкультура и искусство, понимаете, да? Мулявин и Динамо, это была ваша работа. Знаете, да, две пятёрки по физкультуре и по пению в школе. Конечно, географию немножко любила лучше. Это было главным, понимаете? Поэтому именно вот физкультура тела, да, и искусство, или рисование, или пение, да, или театрализация, да, или хореография, или вокал. Бедного детёнка на музыку. Ну, это так, это так. На конкурс по рисованию, на конкурс чецов. То есть... Ну, я думаю, лишним не будет. Не будет. То есть из этого всего что-то вычистит. Лишним не будет. Это поможет. Даже если человек потом станет физиком, математиком, начальником налоговой инспекции, начальником железнодорожного вокзала, всё равно это поможет. И рисование, и физкультура, и хореография, и пение немножко. То, что закладывалось, это обязательно пригодится. Двое ваших сыновей. Красивые, красивые. Рядом со мной. Рядом с вами. Более четырёхсот концертов. Да. Мне интересно. Это в первую очередь было их желание? Ваше или совместное? Их. Их. Вот это самое важное, да. А вы уже, ну, как мы... Когда я услышал, что это может быть... Кроме желания есть и способности. Конечно, и когда я услышал, когда на выпускном вечере у них в школе, это был 2006 год, да, я давал большой сольный концерт, и в перерыве я позволил им исполнить три композиции, которые у них были на тот момент. Их очень тепло приняли одноклассники, учителя, азавуч, директор, да. И я тогда ребятам в присутствии их одноклассников сказал, я даю вам сейчас вот, говорю, открыто и смело, и честно. Со сцены? Нет, нет, я вот им, да, вот так вот за кулисами, или там тихонько, да, ребята их стояли, что мне не стыдно будет вас показать своей публике в своих сольных концертах, публике, которая приходит на чужую милую, на калину, на виноград. Это и случилось. С 2007 года они поехали со мной по стране. То есть династия, можно сказать так? Поживем, увидим. Они пробуют немножко себя и в других областях. Мы должны быть местными со мной, но... А в ваших мыслях мы увидим Варвару на сцене. Она же выходит на сцену, да. В Минске, когда у нас был грандиозный сольный концерт в том году, 8 марта, а 2.14, она трижды поднималась по лестнице. Потихоньку поет, да, про себя, и вслух со мной, и ставит мои плюсовые фонограммы, пластинки, и минуса мои ставит, и поет, уже зная слова наизусть. Правда, еще мелодия по-своему, да, звучит близко, близко к моей. Но вы как талантливый папа и сам артист, как вы считаете... Ну, мы видим, что в ней заложено дарование, а... Будете развивать? Вы не против? Я хочу в студию отдать. Мы сейчас вводим ее на гимнастику, на акробатику. Мы вводим ее на ИЗО. Вот это я раздавлюсь. Да. Занимаете всем. К Максиму Мирному мы вводим ее, там есть какой-то кружок еще отдельный, да. Вот, и вот хотим отдать в театральную студию попробовать. Можно я сделаю вам? Сделаю, не бойтесь, ничего, без скальпеля. Это мечту моей жизни. Но это не только к вам. Я когда вижу таких мужчин, вот здесь, во мне просыпается женщина, эротика. Можно я сделаю так? Я понял, да. Я вас люблю, я вас благодарю. В эфире Гомель, это фестиваль талантов на Пушкина 8, и мы продолжаем. Светлана Викторовна, а какова роль педагога в процессе становления талантливого человека? Ведь это очень важно. В первую очередь помочь поддержать тот исток, тот росточек, который в нем заложила матушка природа, как я уже говорила ранее. Ну и, конечно, быть на одной волне со своим воспитанником. Потому что, правильно сказал Сергей Анатольевич, что сейчас дети нового поколения, это те дети, которые знают, чего они хотят. И зачастую мы сталкиваемся с тем, что иногда мы задумываемся над тем, что, а может быть, мы где-то даже отстаем от наших воспитанников, и нужно чему-то уже нам поучиться у них. Есть и такой момент. Поэтому, ну вот, все-таки, если отвечать на ваш вопрос, то быть на одной волне со своим воспитанником. Вот я хотел даже добавить в унисон вам, что очень важный есть принцип. Нельзя сравнивать ребенка одного с другим ребенком. Можно сравнивать ребенка сегодняшнего с ребенком вчерашним и завтрашним. Но не говорить, вот Вася, Петя, там он лучше тебя, а вот ты такой. Так делать нельзя. Каждый индивидуальный. Каждый индивидуальный. Вот такой подход. Каждый учитель, каждый воспитатель, он должен сравнивать своего ученика сегодняшним с тем, каким он был вчера. И если есть развитие, если есть рост во всех аспектах, тогда нужно это показать ребенку, что да, ты вот развиваешься, ты стал лучше, но именно сегодняшнего. Шайми, а гости, спасибо за компетентные выводы. Я думаю, что они заставят многих задуматься. До встречи в студии на Пушкина 8. Спасибо. Спасибо. В эфире «Гомель» это фестиваль талантов на Пушкина 8. И мы продолжаем. Следующий мой гость, 20-летний Влад Старинский, организовал в «Гомеле» школу по игре на одном из самых старинных духовых инструментов в мире. В планах и вовсе проведения целого фестиваля. Влад, привет. Рад видеть студию областного телевидения. Представь, кто сегодня пришел тебя поддержать. Приветствую. Меня с ней пришли поддержать мои самые близкие оруженосцы и соратники, которые уже почти два года со мной организовывают, помогают. Вот Евгений, Алексей, Иннокентий и Елена. Они прямо вот с самого начала, вот прям вот как все началось. Иннокентий к нам совсем недавно присоединился. Инструмент, на котором вы играете, называется «Диджериду». Расскажи немножко о нем. Сам инструмент происходит из Австралии. И называется «Едаки». Основное его название. Это уже европейзированное название «Диджериду». Технология простая. Полая труба. Определенных диаметров. И на ней играют просто губами духовой музыкальный инструмент. Наверное, у многих зрителей сейчас появился вопрос. Откуда у тебя такое необычное, где-то экзотическое увлечение? Ну, вот так случилось, что я к другу поехал просто в Москву и случайно попал на всероссийский слет людей, которые играют на этом инструменте. И я просто понял, что это то. И сам обучался год. Меня никто не обучал. И потом я понял, что чтобы дальше как-то двигаться в этом направлении, мне уже нужно с кем-то этим обмениваться. И именно поэтому в свое время создал целую группу. Называется она «Эхо земли». Ребята, расскажите, в чем философия ваших выступлений? Ну, с самого начала, когда лично я попал в этот коллектив «Эхо земли», с самого начала он позиционировался как для раскрытия себя личности, своей личности через музыкальный инструмент. И в дальнейшем все это развивалось. И мы пришли к тому выводу, что мы хотим и можем сделать из этого целый грандиозный проект, который может существовать. И из которого можно реализовывать. В общем, не только в Белоруссии, но и в разных других странах. Мы уже имеем опыт на выступления на разных фестивалях и не только в Белоруссии. Вы выступаете не только на фестивалях, знаю, часто играете на улицах и на площадях. Как реагируют прохожие? Да, мы частенько устраиваем такие джемы, скажем так, на уличных площадках. Реакция людей очень различная. Бывают, конечно, и неадекватные, скажем так, люди, которые подходят и непонятно, что от нас хотят. Но также в основном народ проникается, и ему интересно. И люди тянутся и слушают, и им интересно вполне. В интернете пишут, что необычное звучание диджериду способно на несколько мгновений погрузить человека в самое сердце австралийского племени. Почему? Я бы сказал, что это аллегория такая, да, но чаще люди, когда слышат вот у нас, скажем, у нас в Белоруссии, то они часто вспоминают что-то от их, как это, такое слово прекрасное есть, крануя. Вот. Говорят, зацепило это вот как-то, вот крануя. И вот, а крануть может только сердце. Вот. Память у человека, она в генетике. И то, что это древний духовой инструмент, и люди, у которых открытое сердце, их просто, они поймут, что это то без слов. И они просто могут даже остаться послушать или взять наши контакты. И все так и начинается. То есть, как понимаю, прямо сейчас в студии на Пушкина 8 будет музыка сердца от Эхо Земли? Ну, да, да, конечно будет. Ну что ж, удачи вам в выступлении. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, были такие разговоры тоже. Когда произошел тот самый момент, когда ты точно понял, что творчество – это смысл твоей жизни, ну и твоя дорожка в этой жизни? Вот это было уже окончательное решение, когда заканчивал выпускной класс. То есть я долго думал, где мне будет как-то уютнее, где мне уютнее с людьми общаться, где комфортнее. И вот еще большую роль сыграл конкурс, который проходил как раз в выпускном классе. Вот у нас считается самый престижный конкурс в Беларуси для детей и потом уже для молодежи. А что за конкурс, расскажи. Это республиканский конкурс имени Женовича, ему уже очень много лет. Он тебе принес папету? Да, я на нем уже четыре раза участвовал, уже в этом году был последний раз, когда я участвовал. Больше я уже не попадаю по возрасту. А так, получается, он мне стал такой вот толчком, после которого я занял. Первое место там. И вот после него я решил, что все-таки, наверное, стоит попробовать себя как музыканта уже более профессионально. Кто является для тебя сегодня наставником и главным человеком, к чьему мнению ты обязательно прислушаешься? Ну, в первую очередь, это мой педагог по специальности. То есть это Лаврук Светлана Викторовна. Очень много делает для меня. В то же время и мотивирует, и держу себя в форме. Ну, и в то же время со мной работают тоже немалые команды, то есть и мои родители. Вань, скажи, а что сегодня исполнишь в рамках фестиваля талантов на Пушкина 8? Я долго думал, что исполнить, потому что у меня последние произведения были в основном с аккомпаниатором, ну, с фоно. Ну, фоно тут нету. И рояля в кустах тоже? И рояля тоже нету. Я решил исполнить сольное произведение. Долго думал, у меня было два произведения. Либо вот Шабалин Эйухнем, самое знаменитое, или сыграть редкое произведение, которое считается, вот, ну, как мне сказал композитор сам, считается, что входит в пятерку самых неиграбельных произведений в мире на Баллайке. Называется, ну, автор Калинин. По прочтению Зюискинта «Парфюмер». 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Несмотря на то, что уж совсем юный возраст участников этого проекта, конкуренция, как мне кажется, была, наверное, достаточно большой, не так ли? Да, здравствуйте! ДимаTorzok Знаю, что без вашего участия не обошлось. Ну, готовились, конечно, очень долго. Подбирали долго репертуар, костюмы, атрибуты к этому номеру готовили. Занимались с нашим руководителем, Хатько Юлиной Валентиновной. Также в детском саду были постоянные репетиции. Ну и, естественно, это и вечерние домашние концерты, которые проходят каждый вечер у нас. И с Дианочкой мы тоже репетируем по вечерам. Диана, подключайся к разговору. Расскажи, что помогло выступить на «Отлично»? Неужели не волновалась? Я совсем не волновалась. Я верила в свои силы и очень-очень долго тренировалась и ходила на всякие... на всякие... Репетиции, наверное, да? Да, на всякие репетиции и концерты. Елена Ивановна, какие они дети поколения Next? Много ли талантливых, по-настоящему одаренных ребят в вашем учреждении? Да, к нам сейчас приходит очень много талантливых и одаренных детей. В этом возрасте вообще все дети талантливые. И наша задача — раскрыть этот талант. И я хочу отметить, что совместно с родителями, спасибо им. Не без их участия в любом случае. Да, с их участием и с участием наших педагогов нам вот удается достигнуть таких результатов. Диана, расскажи, о ком или о чем песня, которую прямо сейчас ты исполнишь на этой импровизированной сцене? Про моего любимого крокодила. Что-то я предлагаю уступить место настоящей звездочке. Встречайте, Диана Дорожка. 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 Бестоковый крокодил А я влюбилась в крокодила Но обещала и кормила Но любви не оценил Бестоковый крокодил Бестоковый крокодил Бестоковый крокодил